Сокращение поставок российского газа в Германию спровоцировало резкое повышение цен на энергоносители. Для некоторых компаний это чревато прекращением производства. В Германии владельцы семейного бизнеса, производящего фарфоровые изделия, в замешательстве из-за такого роста цен. Годовое потребление электроэнергии Кахла составляет около 28 миллионов киловатт-часов. Это то измерение, где просто невозможно найти альтернативу. Это невозможно представить. Наконец, наша единственная альтернатива – сказать, что мы больше не будем производить. Энергоемкие секторы Германии, включая химическую, металлургическую, бумажную, керамическую и фарфоровую промышленность, уже ощутили недостачу поставок из России. Власти Германии решили ввести первый этап чрезвычайного антикризисного плана. После вчерашней координации в федеральном правительстве и информации от наших европейских партнеров мы сегодня, сейчас, в этот момент объявляем газовую тревогу. У нас перебои с подачей газа в Германию. Так это определяется. Поэтому необходимо объявить этот уровень оповещения. В настоящее время газ в Германии является дефицитным товаром. Вторая ступень аварийного плана вводится при перебоях в газоснабжении или очень высоком спросе на газ, что приводит к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением. На этом этапе предполагается, что рынок еще способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера. Сегодня, когда Россия объявила газовую войну ЕС за санкции, то действительно ситуация критическая, цены очень высокие. И это для экономики Европейского Союза, особенно для промышленных стран, таких как Германия, Франция и другие, особенно чувствительно. И многие предприятия сокращают потребление. Правительства стран объявляют чрезвычайное положение в энергетике. И действительно, думаю, ближайшую зиму или год будет тяжелая энергетическая ситуация в ЕС. Но европейские политики не теряют оптимизма. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа. По его мнению, Россия в последнее время снижает объемы поставок, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния именно зимой. Европа должна быть готова к случаю, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России. Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства в интервью Financial Times. Норвегия намерена увеличить добычу и поставку газа на 8%, чтобы компенсировать сокращение поставок из России. Вся дополнительная добыча предназначена для стран Европы. Существует большой потенциал для увеличения продаж в Европу в 2022 году, что принесет на европейский рынок около 100 терават-часов дополнительной энергии. Франц Тиммерманс, вице-президент Еврокомиссии, и Терье Осланд, министр энергетики Норвегии, в совместном заявлении на сайте Европейской комиссии. В июне поставки американского жиженного газа в Европу впервые превысили показатели поставок российского трубопроводного газа. Это такой исторический рекорд, зафиксированный. И это говорит о том, что российский газ, несмотря на все попытки России, постепенно теряет европейский рынок. Из-за сокращения поставок российского газа Австрия решила расконсервировать одну из угольных электростанций в Мелохе. Последний раз на ней использовался уголь весной 2020 года. Затем станцию вывели в резерв и переоборудовали для производства энергии из газа. Теперь станцию нужно будет снова переоборудовать. Я думаю, что это разумные меры. И не только это касается возобновления работы тепловых электростанций на угле, но также возобновления работы некоторых ядерных блоков. Это абсолютно разумная политика в этот период, поскольку другой альтернативы нет. Ранее правительство Германии заявляло, что также возобновит работу угольных электростанций и предложит компаниям стимулы для ограничения потребления природного газа, что должно помочь уменьшить зависимость страны от российских энергоресурсов. Юлия Биль специально для информационного марафона Фридом телеканала Юэй.